Ну, если говорить о Евразийском таможенном союзе, конечно, никакого будущего у этого проекта нет, точно так же, как нет у проекта таможенного союза как такового, который мы создали. Попытка имперских амбиций возродить СССР в новых границах, она бесперспективна и бестолкова. На эмбарго зарабатывает больше всего Беларусь и Казахстан, а теряют, а за это эмбарго платят в первую очередь граждане России. Внимание, вопрос, кого мы наказываем вот этими имперскими амбициями, мы наказываем граждан России. Сейчас за продуктовый эмбарго, который мы объявили зарубежным странам, граждане уже заплатили 45 миллиардов рублей.